В Библии мы не видим ясного, четкого запрета на вино, и, конечно, здесь можно по-разному рассуждать. Писание много говорит о том, что священникам нельзя употреблять вино. Библия также говорит, вообще не смотри на вино. Но, с другой стороны, мы видим, что Писание говорит христианам, все мне позволительно, но не все полезно. Все позволительно, но ничто не должно обладать. Вы знаете, когда Иисус говорил о том, что мы должны наблюдать за нашими сердцами, чтобы никакое пьянство, обжорство и заботы века сего не отчащали наше сердце. Но, как мы видим, Писание говорит также, что не упивайтесь виновно, исполняйтесь духом. Я также наблюдал о том, что люди, которые позволяют себе, допустим, вино употреблять и так далее, то у них также будут проблемы с тем, что с помазанием, с дарами Святого Духа будут уже сложности, потому что они избирают себе другой источник утешения. Ведь вопрос в том, что человек, почему он употребляет вино, он ищет источник утешения. Ну, так или иначе, да, почему люди в наркотики падают, почему они там берут. Вот одно дело, как бы, когда они так пищевую добавку употребляют, а другое дело, когда они в этом находят какое-то, может быть, удовольствие, утешение и так далее. Да, Писание говорит, утешайся Господом, наслаждайся Господом. Поэтому, если мы, как христиане, будем искать утешение, наслаждение и радость в общении с Богом, тогда и ничего другого не нужно. И тогда на самом деле мы будем понимать, не упивайся вином, но исполняйся духом. Но это, как бы, две таких противоположных ситуации. Я бы советовал служителям, христианам быть очень аккуратными, быть очень такими настороженными в отношении вина. Конечно, мы не говорим о запрете, опять же, да, но с другой стороны, все-таки, вот, в отношении России или даже славянских народов, мне кажется, что лучше нам не стоит этим заниматься вообще. Вот так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!